Короче, вот и, собственно, начался Day One, как бы, World of Brothers, да, и это будет, получается, мы будем получать инфу буквально каждые, там, 6-5 часов о игре, и, собственно, каналы, которые, ну, у которых дохуя фолловеров, типа, NGN, GameSpot, да, там, ютуберы всякие, они тоже получают возможность снимать всякую хуйню о игре, и, короче, получается, что вот с этого момента пиздец работы будет дохуя, ну, типа, находить эти всякие ролики, короче, я все, что понял, что, ну, как бы, там, там 30 минут было Раш Крепости, я ее не смотрел, и потом полтора часа они просто пиздели, в общем, ничего, ну, не потеряли, но я нашел два ролика, это вот этот хуй знает от кого, наверное, от EGN, а второй от Warner Brothers, собственно, ну, официально, и там, как бы, по-моему, Крепости, Раш, что тут, что там, как бы, ну, вот, как-то так, типа, ну, есть на что, я думаю, посмотреть, разве нет? Так, блядь, меня в прошлом ролике было плохо слышно, хотя, а он здесь будет пиздеть или нет? По-моему, думаю, нет. Звук пофиксили. Призыва. Карагоров. Небага, немного кривовато, ну ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, блядь. Ха-ха-ха. Ставился? Да-ха-ха? Да ну да-хуй. вымани трафик этого блять охотника убивая по стелсам стоп а что мне будет за то что я убью я не успел прочитать ну ладно я как бы немного от этого теряю а эту тревогу убирает а по-моему если не заклеймить 2 вау минута дается там кстати граук пришел вместо караворов а интересно вот мне просто интересно я думаю вам тоже а если отозвать каравора но вообще их можно отзывать получается сразу снимет кулдаун то есть он же не умер верно он просто отозвался и собственно почему бы его сразу не призвать ну я в какой то игре помню такая хуйня была а бордерлендс там когда скилл откатываешь допустим у командира турель она быстрее восстанавливается на следующий раз чего он не заметил он был хрестик я видел это не считается как за спритное убийство это считается как убийство глупо я думал он уже затупил он просрал как можно было проебать просто блять имбецил какой-то а вот этого можно было бы заклеймить с пп восстановить и фокус вся хуйня там дракон прилетел да надо чуть потише сделать ну конечно атака с прыжка это прям клево типа слуга стрелять я хочу чтобы дракон с граугром игрался и просто интересно кто сильнее типа обычный дракон или грау м капец сколько здесь сведений просто вы посмотрите блять на каждом углу раз два три четыре пиздец используйте эту силу да я вижу там хрестик пишется блять он меня не наебет я видел там хрестик писал походу он умеет жрать олак хай в грау если у него такая анимация типа двойными двойными руками проекта мне кажется он все таки может жрать олак хай а может и нет да ладно все хорошо типа ты умеешь убивать быстро но как же твоя выносливость типа ты сможешь выдержать а типа засада хорошо прикольно для это мне чем-то сосед напоминает хорошо его нельзя сломи сломи его сломи шедов маунт он же брокен он брокен блять пиздец это полюбовсу видосы джн я уверен так бы так бы начислялись убийство да и вообще грау для себя никогда не помешает ну б нажать на а у тебя нету стрелы грау для себя он только то ли он дописнет смотри он тупо сзади его чморят а он то ли он удел чё это такое бомба чего а как он заклеймил наверно типа зажал бои он так быстро заклеймился спускайся к граура и сражайся в настоящий блядь захвати его и сожди блядь нахуй ты побьешь дебил первой части блядь это убивало всех абсолютно блядь там даже если было убийца чудовище он все никто уже не вырывает сожри его дебил хотя может в этой части не умеет вырывать ты зачем ты его убил был бы дракон играл вот эту атаку я говорил типа так там даже видно как кулаки раздюбываются там типа на колени блядь глаза кстати у него красивый и красный команд команд видишь добавили команд хочу команды нажми команд что это такое это наверно до команды дуэль да 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 они наконец-то сделали это хорошо все наконец-то блядь они сделали что ими можно управлять полноценно а то блядь только bodyguard и bodyguard сейчас она в никуда выкинет назад он просто но это же первой части понятно он на миникарте там чуть-чуть отходит и все и пропадает просто на 1 на путь где дуэль я хочу дуэль дуэль жопу крепости хватит с нас припроси я хочу дуэль нет куда ты побежал он чё куда он идет он идет на миссию лорм зе питер это же этот оверлорд получается или вождь такси в общем все это то что с утром в 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 за на себе это такая физ физ ну я ожидал короче увидеть дуэль в натуре ну крепость я уже видел не мне конечно хочется еще да ну как бы больше химплея там различных вариаций но все равно как бы хотел увидеть дуэль я вообще бы не изучал в принципе такой но там и так все понятно можно даже не покупать солдат чисто этот а там без разницы кого ставишь типа нельзя так чтобы были все ячейки одинаковые то есть нельзя так чтобы все ячейки призыва были типа вот допустим грауг да типа эти животные и нельзя чтобы все ячейки были животных ну кого бы ты не выбирал на место лидеров все равно будут вот такие расположения типа здесь олахай здесь дефендеры берсерки здесь там саперы то есть ну нельзя такого сделать чтобы во всех четырех ячейках были граури такого нельзя по ходу а жаль ну как бы зачем-то эта пехота блять четырех ячейка купил они там всех распилили но дрэйк полезная охота наверно лица доделали лица сделали или нет этого не видно а того а он не улыбается вроде нормально все лица лица пофиксили ребята все жизнь удалось так слушаем типа этот дебил пытается меня не победить но я не могу лишить себя такой возможности типа чтобы не поиграться с ним сталином получается короче типа они ну типа наша армия будет так сильно орать от от страха типа что типа эти будут кайфовать но у руки в крепости будут кайфовать от того что мы орем от боли опять а вот опять сука пили вам не обходится кстати а вот эти грауров нерезонно мочить потому что если ты скинешь им катапульту он же пойдет пиздить вручную а он вручную сильнее поэтому его нерезонно убивать это задолбало в каждом демплее залезать на ебучего граурова вы каких уже видели там он уже блидинг блять идет в крепости там уже блять интересные вещи происходят а он сука стреляет они сука все не настреляются блять идите в танки играйте у дебана или не знаю где там еще можно стрелять тут это пульты всякие блять ну воу бракон приземлился тут уже висели вовсю чего пиздить вставай 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 Вау, 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 вау. Стоп, 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 стоп. Где он? 26-й. Смотрите на 26-го внимательно. Он напрыгнул и такой типа душит, а потом начинает бить кулаками, как Талион. Пиздец, браво, браво, браво. Вау. Лучшее добивание, блядь, вообще, которое я видел, пока что, блядь, просто лучшее, а, так он в ярости, чё, блядь, да это видно, заметно, как бы, что он в ярости, вот чё он стоит прямо перед этими, не может ему помочь, там руку дать, ну, чё по два дня, я не знаю, они не хилятся, да, фуёло, хотя, по сути, они хилятся, то есть, получается, когда они палят на колени, ты их сразу поднимаешь с полного КП, ну, как бы, как бы, это очень легко, хотя, если нашему капитану сделают добивание, то, получается, мы же его воскресить уже не можем, то есть, блидинга не будет, он сразу умрёт, там, если ему голову отрубят, руку, или типа того, то есть, он сразу умирает, а не блидинг падает, там, дракон приземлился, они, походу, приземляются, если они кроуком, смотри, они ходят и жрут, походу, кто это, блядь, машинбистер, бистмастер, да, там грау, это наш, нет, это не наш, стоп, а, типа, капитаны могут, а, да, там же говорилось, что некоторые капитаны могут управлять граурами, но садиться на них не могут, он в ярости, что-то мне сейчас первая часть бесила, вот эта маска, типа, ворона, это пиздец о, блядь, чё, чё такое, а, яд, точнее гля, 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 на, сука, я отрубил, нашим укрогор-биллу, бля, да у него было полное хп, видимо он убийцы чудовища не тип того, ну, а этого мы убиваем, просто так, убиваем, золотая, наше блин, деньги падают, а если затаймить его сейчас у грекрут потому что в первой части так было тамишь командира и все вокруг уроки которые были в его патте становятся твоими голова каравора отгра уже можно отбиться ну как отбиться тупо отпрыгнуть не все в блидинге откуда столько караворов набегало тут какой-то капитан вражеский или что хуя здесь так много животных все наши капитаны в блидинге мы сами скоро умрем кстати это уже дохуя падение его сейчас просто возьмут и убьют поднимай что такое умер хорошо подозрительно улыбался поднимай блять всех дебил потому что пиздец откуда столько они тупо пробегают видишь они заскриптованы брать сначала точки а потом уже сражаться тех кого видят пусть они сразу на точку бегут в любом случае блять тупо почти всех все свои войска потерял вот это глефа просто четкая вещь просто вот я сначала говорил что она будет дерьмовой но я не знал что ей можно будет драться то есть вот так вот ходите драться я думал только крутить можно будет вокруг себя а а вот когда я узнал что можно не пиздиться ну как бы это уже вещь это это другой разговор стоишься а а а все камера дергается и и упей его блять аллахай он взял захват он взял захват там блять за уроками не было видно что ты отступай убейте кто-то уже граура пиздец сколько он уже ходит а сзади еще один кстати там что-то большое а там блять и капитан почти сдох в лидинге 26 уровня блять а а просто он не видел я тоже сначала а он наверно не видел что здесь было вот это круг это спорта митя да это был видос от и джем но короче первый видос прошли давайте сразу второй запиле потому что мне в больничку надо будет идти и время не набивает а а там вообще-то я соврал а там вышла видосы про вот эту там детали он с тёлкой в пещере стоит базарит я не хочу снимать про это обзор как бы ну обзор на эту тёлку что ли что то есть нельзя записывать вообще ни звуки вообще совершенно ничего потому что это при альфе, мы не хотим, чтобы выапозрели наш продукт. Вот как-то так. Он вообще не харизма, у него нет ни хуя пиздец, просто посмотрите, он даже никаких эмоций не издает, когда разговаривает, он такой, типа, я покажу всем этим людям и всех, кто смотрит нас на стриме, типа, Shadow of War. Он даже не улыбнул, ну, вообще никаких эмоций совершенно. Вот он опять хвалит нашу систему, как вы интервали с ними. Бля, а ведь так нам дуэли не показали. Ну, хорошо, хорошо. Это тоже хвалит, они full of blood. The army screen. And the goal today, Ellie's goal today, is to take out that guy at the top. He is the overlord, and there you go, he is bleeding. Actually, that's our blood, that's human blood. Вот он пытается, типа, шутить, что это, типа, человеческая кровь, потому что кровь уроков, как бы, она черная, да, типа, орков, вся хуйня. И, типа, вот это он, типа, шутит, да, вот, совершенно не чувствуется. Орк blood is black. This is Asgang the cannibal. Apparently, now I know where he gets his blood from. He is the overlord, and the ruler of this region. And he has built an army to help defend his fortress. Each of these war chiefs, we're going to have to get through in order to get to him, and take him down, and take this fortress for our own. Luckily, we've spent a bunch of time with the new ring, and we've identified a number of urcs, and then dominated them, and brought them over into our army. Aslar? Aslar? Aslar the master? Aslar? Aslar? Ура, он жив, ебать. Ну, только немного в другом теле, но он жив. Душа Aslar будет с нами всегда, ребят. Всё, помним, людям, скорбим, короче. Он всегда в наших сердцах. Бля, а можно как-то вот на весь экран, да, а то, блядь, смотреть на том компьютерном сомниторе? Ну, давай посмотрим ещё одну. Закрытая часть. Бля, вот честно хочется промотать, потому что, блядь, он рассказывает. Стены, типа, не поджигаются, и тяжело на них залезть. Мы не можем взорвать, типа, ворот, а нам, типа, ну, нельзя, как бы, пройти их вообще никак, то есть не обойти ничего. Его третья часть. Он принесет защитников. Так что, его армия будет более полной техщиков. Так что, если вы играли в первую игру, у них есть болезнь. И теперь будет много их. И, наконец, Что-то было сверху ворнинг какой-то. Что-то мы можем сделать, потому что у нас есть в открытом слоте, Мы можем идти через наши ребята и попробовать один, И попробовать один, который входит в том, что мы пытаемся сделать. В этом случае, она выбрала Ту-хорн, Голден. Он поисковый командир. И с ним он будет приводить... Вау! Вау! Следующий командир, он будет приводить нашу собственную артиллерию. Мы будем увеличивать нашу армию с хантерами. Это спир-транжевые ребята из оригинального игры. И, наконец, мы будем добавлять несколько Олак-хаз. Она, блядь, комментирует, типа, что она покупает, получает. Я не хочу это переводить, это уже все там устраивают. Так что мы знаем, что мы пытаемся в этом. У нас есть идея, кто мы приводим. Давайте сделаем! Нихуя себе, Грой! Нихуя себе, Грой! Нихуя себе, Грой! Твоя армия не боится нас, никто из этих предателей не пролезет за наши стены. Типа, за исключением того, что мы повесим их тела на стены, типа, ради мяса. Типа, если ты победишь, ты получишь эту величественную крепость, да, могущественную. А если мы победим, то, типа, у меня будет куча рабов в клетках, типа, для пыток. Так мило улыбался, как и наши. И... Почему все постоянно начинают с этой хуйни? Просто зачем? Сейчас она залезет на грагу, да? Мы пытаемся поддерживать их. Третье это, чтобы получить как много из них в портрессе, как можно. И получить победу. А чё, графон такой хуёвый? А, типа, приближённые камеры. Уау, увидели, там даже лица нет. Уау, увидели, там даже лица нет. Одна из major upgrades we've done with Shadow of War is we've added a complete gear and loot system. So, each Urk who dies, whether they're a captain, a war chief, or an overlord, will drop a piece of gear. And that gear is based on their level and their interaction with you. In this case, Mog the Biter dropped a rune for our ring, which adds maximum... Which adds a 9 maximum to our focus. That's our slo-mo meter. Не, ну хорошо, хорошо, хорошо. Удобно, что когда ты берешь его в захват, я видел внизу справа, то, что можно посмотреть, какими навыками он обладает, прежде чем его заклеймить. Это, сука, мне уже кто-то в ВК написал? Ебать, так утро же. 11 часов, нихуя себе, кто там проснулся? Отвалите, ухот. Ставьте, что-то не дает, чтобы мы были в чате. Скоро зашел. Я могу взвести в минуту. Так что, мы вскороем первый наступлением. У нас армия продолжает в второй. Мы можем иметь поддержку. Ха! прикольно, пришел и сразу на противоп plusieurs. Ах, прикольно, пришел и сразу на противопоцелуй. Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Хуя их тут двое, я не понял. А, там один рекорд точно. Ебать, аааа, так он еще и блять, иммунитет казням имеет. Вот он бы бы заглеймить, он бы неплохо сражался. Да заглейми, заглейми, нет! Ну тупая эта пизда блять. Вот сука тупорывая, блять, хоть я тебя ненавижу. Саурон, я танцил для тебя его похуй, я тебе скажу даже поршу. Красочное, красочное добивание. Мне показалось или один из уроков сказал, It's a payback boys. So by defeating the Overlord, we have taken over his fortress, and this region of Bordor is now ours. No one ever cleaned the blood off the face, that's too bad. The end is within our grasp. Я думал, никто его не слушает, он сам с собой разговаривает. We have shown the Dark Lord our strength. We have taught him the folly of challenging us. Now he knows that the Bright Lord and his army will not be stopped. Mordor will soon be ours. So we have taken this region from Sauron. It is now blue on the Overlord. It's not gonna make Sauron happy. However, we also get some upgrades. We get a little Mirian, we get a little XP. And then all the loot that was brought to me. In the meantime, though, we're gonna have to set up the defenses on this fort, because Sauron's gonna want to take it back. And he is basically going to send a lot of instructions to do what we just did to us. So in order to defend him, we want to put one of our war chiefs in as the Overlord. And each of these war chiefs will change how the region reacts. The types of missions in the region, the types of missions in the region, the types of missions in the region. So based on their tribe, things are gonna change in the region. Are you gonna do the machine guy? Sweet. Well, of course, we will go to the Rishi region. So that's Muzu. He's leveled up. And he is the only one of the overlord of this region. We've had a couple more of our captains from the Rishi and Rishi. And now we have a Rishi region. It is ours. From here, Ellie can go explore the region and find all of that cool new stuff, that was opened by banking at ours, and then worked with our defenses. But for you guys, this is where the demo ends. We appreciate you guys coming out, and thank you for your support. Ah, типа... Ага. Говорит, что сейчас, типа, Ellie может пойти, типа, подобывает всякую хуйню, поискать уруков, поубивать их. А говорит, нет, типа, ну для вас здесь это конец, как бы для девки, да? Hope that your E3 is awesome for the rest of it. Thanks, Ellie. Please, when you exit, exit to the left. And then stream's still going. So go ahead and wave to the stream. There's one over there. There's one over there. There's one over there. There's one over there. Проследуйте на выход. Выход слева. Thanks, guys. Because we have another 6 minutes. So we just talk to stream without them being able to do anything. Негр, прощай. Пока. Пока. It's different every time. Stream, I'm sorry. Sometimes it takes 35 minutes. Sometimes it takes 15. Sometimes it takes 15. You never know. But... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. You were super nervous. I'm sorry. I was just sitting there. I'm sorry... I'm sorry. That's alright. I'm sorry. It's awesome. I saw that he could leave another character. He could move on the other guy and messes him by dickhead. It's really cool. And, actually, it's a mess. умирают, я оставляю их просто истекать кровью. Они нахуй не нужны. Просто они свое дело сделали, как бы они прорвали ворота, да, дали моей армии зайти, все остальное как бы я сам могу сделать. Все. Ну вот как-то так. Ну зачем поднимать бомжей, как бы, зачем забивать золотые? Вместо него может появиться какой-то хороший топовый чувак с хорошими скиллами. Зачем забивать место? Вот не понимаю. Короче, если я что-нибудь еще найду, ну как бы будем ждать до новостей. Должны все-таки выпустить, а не доеда. Да и два типа Warner Bros. там пять раз, два, три. Три дня получается. И получается еще плюс три. Четыре дня. То есть четыре дня, на которых нам могут показать еще больше инфы. И геймплей опять, наверное, норм, вся хуйня. В общем, ну ничего. Главное, что просто вот реально как бы посмотреть, как они месяц. А у меня это прикалывает. Они так прикольно дерутся. В общем, спасибо за внимание. Ссылки в комментариях. В описании, ебать, в комментариях ссылки, да. И если я что-нибудь еще найду, я естественно залью. Все. Всем удачи.